В семье Попекян уже больше полугода не видит белого света из окон первого этажа своего дома. А со второго открывается вид на недавно сошедший сель. Движение грунта продолжается. Инженеры-геологи во время экспертизы установили, что в строении пошли вертикальные трещины размером до 10 сантиметров. Есть угроза и для коммуникации. Поблизости проходит водовод и трубы газоснабжения. Люди боятся и вовсе лишиться жилья. И пока это не остановить, это будет продолжаться. И до весны, я думаю, что я не выстою, этот дом не выстоит. А у соседей будет тоже проблема. Потому что нужно хотя бы на сегодняшний день убрать воду. Гараж уже не закрывается. Все больше и больше идет оползень. Под угрозой находятся шесть домов из Вестинского переулка. Причину своих бед жильцы видят в стройке, которая шла рядом на возвышенности. Там на одном из участков вместо трехэтажного дома появился семиэтажный. Специалисты администрации города зафиксировали нарушения, когда еще только устанавливали сваи. Застройщикам были допущены нарушения земельного законодательства. Вместо разрешенных 130 квадратных метров площадь застройки была порядка 500 квадратных метров. Также был не соблюден минимальный отступ от границы земельного участка. А где-то свайное поле выходило за границы правомерного земельного участка. В конце 2017 года суд принял решение о сносе незаконно возведенного объекта. Застройщик, в свою очередь, его оспорил. И тот же Адлерский районный суд буквально через три месяца отменил собственное решение о сносе и признал строение законным. Однако на втором витке судебных разбирательств дом вновь был официально признан самостроем. И теперь его ждет снос. В последнее время борьба с незаконным строительством в Сочи заметно усилилась. Только в прошлом году под ковш экскаватора пошли несколько многоэтажных домов в Адлерском районе. Их судьбу могут повторить больше полусотни незаконных объектов. Сегодня городские и краевые структуры начали более настойчивее проявлять свою власть и полномочия. И у нас появляется определенная надежда, что эти самовольные строения, по ним будут приняты правовые решения. После решения суда застройщик обязан снести самовольно возведенный объект до установленного срока. За каждый день простоя начисляется штраф в размере 10 тысяч рублей. Мэрия также имеет рычаги воздействия на нарушителей строительного законодательства. Специалисты администрации могут найти стороннюю организацию, которая выполнит демонтажные работы за свой счет. Если эти расходы не возместит нерадивый застройщик, подрядчик получит землю под самостроем по решению суда. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.